ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветствую, друзья! Сегодняшнее интервью мы проводим с гитаристом группы Jack's Band, которую вы все хорошо знаете, Андреем Алексюк. Привет, Андрей! Привет! Привет, Джорик! Привет всем! И первый вопрос тебе. Расскажи, как ты попал в группу Jack's Band? Я попал в этот коллектив, как никто, наверное, не попадал в коллективы к месту, потому что как раз между моментом, когда из этой группы два гитариста ушли, и попал я, прошло минимальное количество времени. И так случилось, что Артур пришел ко мне в школу учиться, доучиваться два года оставшихся, и узнал, что я играю на гитаре. У него был очень интересный тест меня на профпригодность. Он спросил меня, а ты знаешь, что такое басист? Я говорю, да, знаю, баскетист такой, все, отлично, ты прий. Вот, ну, примерно так это было. Потом мы, после этого, у нас была в школе ярмарка, и мы, он принес в школу, короче, угулили, и мы просто ходили там, клянчили у всех, просто дайте, что у вас там есть. Вот, он играл на гитаре, он потом сказал, приезжай завтра, типа, на реф. Вот, а я, еще самое интересное, до этого только за месяц купил электрогитару первый раз, и на ней не особо, можно сказать, умело играть, но все в процессе, куда верстал. Забавная история. А вот ты играешь и на электрогитаре, и на классике. Скажи, что тебе нравится больше? Ну, я из разряда, скажем так, больных людей, которые на классику ставят железные струны, это отдельный сорт, да, как бы, молодцов, поэтому да. Ну, я начал вообще играть изначально на акустической гитаре, на нейлоне, и потом это все, вот, к 10 классу дошло до электрогитары. Ну, сейчас преимущество, на самом деле, больше на электрухе, а акустика просто, скажем так, для души, для дома, для семьи. Здорово. Получается, с детства умеешь играть на гитаре? Ну, скажем так, уже, можно сказать, постарше, с третьего класса в школу. Ну, все равно уже приличное количество времени. Ну, так, да. Итак, давно в контакте ты выкладывал видос, как играешь вместе с братом. Выходит, у вас все семьи творческие люди? Это случилось неожиданно для меня, точнее, наверное, это было закономерно, с учетом того, что брат был на наших концерках, когда еще мы в школе учились, но поскольку я уже шесть лет нахожусь здесь, я не присутствовал при том моменте, когда брат особенно заинтересовался именно барабанами. Вот, музыкой он в целом да, интересовался, и слушал примерно то же, что и я. Сейчас он слушает даже тяжелее музыку, чем я, поэтому, да, он как-то без меня вот так начал сам дома играть, и настолько достиг продуктивности, что мы были вместе в студии три раза, и записали четыре видео, вот, с разборами песен, он выкладывается у себя в инстаграм, поэтому, да, он молодец. Здорово. А не думали вместе проекты какие-то мутить? Обязательно думали, он в следующем году будет сюда поступать, и надеюсь, что творческая часть тоже его не оставит в стороне. Круто. А каких исполнителей ты слушаешь? Ну, ввиду того, что я общаюсь с Ваней и Артуром, у нас стали одинаковыми вкусы, и мы друг друга, скажем так, дополнили. То есть даже Ваня это отмечал в разговоре, когда мы втроем собирались, а Артур больше слушает такую немного, скажем так, экстрадную музыку, то есть он нас подсадил на фолк, он нас подсаживает на такие группы, которые, наверное, никто в мире не знает, типа, как он говорил, там, тротхалги, ну, все такое, вот, при том это у него еще идет со школы, вот, но в целом за время нашей дружбы я тоже к этой музыке, скажем так, проникся, и тоже ее сейчас слушаю. У Вани, наоборот, больше включенность именно по сложной музыке, он слушает, там, иногда фьюжн, там, джаз и все такое, и любит нам ставить, как собираемся, живяки, поэтому вот он этим нас дополнил, но при этом мы с Ваней, да и с Артуром, в принципе, тоже сходимся в том, что слушаем тяжелую музыку, там, всякий пост-хардкор и все в таком духе, поэтому да. Но я больше дополняю парней по альтернативе, вот, Артуру не очень нравится пост-гранж, потому что там не слышно по слуху, она, как бы, там просто есть и ладно, вот, а мне, наоборот, пост-гранж нравится, потому что это гитарная музыка, вот, и я, ну, скажем так, в школе много именно его слушал, а сейчас вообще все подряд. Ну, мы не совсем, можно сказать, прямо выбираем музыку, которую мы хотим писать, потому что это приходит к нам, вот, идеи просто приходят, и если нам это нравится, мы это делаем, а идеи приходят разные, потому что мы музыку слушаем разную, поэтому я не думаю, что мы в скором времени, не говорю, что там когда-либо, но в скором времени точно мы вряд ли определимся с одним жанром, потому что идеи даже сейчас, которые еще не реализованы, много, и они все разные, поэтому я думаю, будем продолжать. Я бы даже не сказал, что это какой-то поиск себя, потому что не выбирать – это тоже выбор, то есть, когда у тебя есть много возможностей, ты используешь их все, а не выбираешь что-то одно. Ну, как бы, мы решили для себя так. Поэтому думаю, что пока продолжим писать такую разную музыку, писать интересно. Это круто! Как раз такая разнопанность группы и заходит. И немного отходя от Джек из Бэнд, ты сейчас пишешь сольный альбом. Можешь уж сказать, с чего пришла идея его создания? Я был готов к этому вопросу. На самом деле, я бы до конца не сказал, что это прям сольный альбом, потому что, во-первых, я на нем точно не пою, и, скорее всего, петь будет Ваня, и даже это не факт, потому что вот как раз-таки этот альбом или мини-альбом, кому как угодно, он будет в более тяжелом жанре, чем то, что мы с Джексом пишем. Поэтому там надо еще повыбирать, скажем так, кто сможет эти партии вытянуть, которые у меня есть в голове, в идеях. Поэтому в любом случае я буду прибегать к помощи там и в плане записи, и, возможно, в плане сведения тоже, потому что написать хорошую песню по выбору нот и по композиции это еще недостаточно, тем более сейчас, когда выбор был очень большой. Надо еще вложиться в качественную запись, именно в звук, поэтому буду над этим еще тоже работать, буду прибегать к помощи. Идея пришла просто за счет того, что у нас идей больше, чем мы можем воплотить именно как группа, поэтому я просто решил для себя, если я это не сделаю сейчас, неизвестно, когда я это сделаю, и дедлайн как бы подходит, я не уверен еще, что я в него вложусь, но если бы я не начал это в начале июня, то у меня бы сейчас не было на руках уже четырех текстов, которые я, в принципе, за свою жизнь никогда не писал тексты, песни, а сейчас у меня есть уже четыре. Здесь тоже помог Артур с корректировками, поэтому это было, скажем так, уже не зря, но и инструментал тоже, можно сказать, тоже, в принципе, уже записан, то есть осталось только вокал и свести песни. Самое простое. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет, играть мы в любом случае, я думаю, будем их группой, опять-таки по вокалу посмотрим, несмотря кто запишет, но для меня главное это в этом процессе еще и научиться тоже сводить, и все такое, потому что это тоже ценный навык для музыкантов. Здорово! А на каком языке будут песни, или это пока секретная информация? Нет, секрета нет на английском. Для себя это давно решил, сначала у меня был выбор вообще добавлять текст или нет, но я все-таки понял, что поскольку я сам слушаю музыку с текстом, инструментал я не особо слушаю, ну и у меня идеи приходят именно связанные с музыкой, в которой есть слова. Поэтому, поскольку я вырос на западной музыке, так случилось, то и в моих песнях тоже тексты будут на английском языке. Понятно. То есть никаких инструментальных интро не будет? Нет, вот одна композиция будет инструментальная, да. Ну сейчас именно точно готова, можно сказать, к сведению 5 треков, и первый будет интро инструментальное, а второй 4 с текстом. Круто! Ждем выхода альбома. Интересно, кстати, было смотреть отчеты в сториз. Да, это тоже прикол. Я, видимо, в какой-то момент понял, что я не особо писатель, и поэтому это не значит, что я перестал над ним работать, то, что я перестал писать об этом каждый день, потому что каждый день я, с одной стороны, думал, нет, пофиг, я буду писать даже там по два предложения в день, пофигу, это отчетность, это типа нормально. А потом я немного поменял и смотрю, думаю, ну это уже какой-то детский сад. Вот даже мне комменты писали под первым постом, типа день один открыл проект, поставил темп. Ну как бы да, это, наверное, в целом так и похоже, но тем не менее работа ведется, несмотря на то, что отчеты вот такие текстовые перестали появляться. Вот я работал над текстами и над песнями. И еще вопрос. Ты занимаешься съемкой. Скажи, это у тебя хобби или работа? Проще сказать, чем я не занимаюсь. Вот, ну нет, видеосъемка это моя вторая деятельность, моя основная профессия вообще это юрист. И я прямо сейчас сработаю. Поэтому, а видеосъемкой я просто занимаюсь с универа. Там начал снимать для каких-то студенческих организаций. Ну просто было интересно. И я увидел, какие видео делают там люди. И просто захотел так же. Поэтому пришел туда, более-менее чему-то научился. И плюс еще, скажем так, побочно, даже не побочно, но все-таки это основная была цель, из-за которой я начал это делать, чтобы делать видосы для группы. Ну и в принципе я этой цели достиг, я все видосы для группы, можно сказать, не делаю. И рано или поздно, надеюсь, мы найдем до того, что и полноценный прям полнометражный клип сможем снять. И вот сейчас у нас готовится к выпуску лирик-видео. Его монтажом тоже занимаюсь я. Поэтому вот то решение, которое было бы не менее принято, было не зря. Круто. А не хотел бы, например, так же интервью брать у музыкантов? Ну, на самом деле, я интервью люблю больше слушать чьи-то, чем снимать, потому что в съемке интервью нет особо чего-то именно творческого с точки зрения вот меня как оператора, например. Поэтому я... Иногда бывает, что надо снимать интервью тоже, но в основном все, что я снимаю, это какие-то либо отчетники, либо вот для группы там всякие влоги, что-то еще вот больше, скажем так, динамики, чтобы было. Не знаю, это с детства так повелось, воспитание, скорее всего, там, внимание к неручам, но я бы не сказал, что только я один этим занимаюсь, потому что мы все занимаемся этим в разной степени. Допустим, у нас почему это все работает именно втроем? Потому что мы друг друга именно взаимодополняем. То есть, если у меня есть вот эта способность там какие-то мелочи видеть и их исправлять, то у Вани, например, есть способность играть и петь на барабанах, но это просто покрывает все. Это... Ну, я не видел больше людей в моем ближайшем кругу, даже среди музыкантов, которые могли бы на уровне Вани играть и петь, потому что к нему все подходят. Он не просто там держит один и тот же ритм, он играет там какие-то навороты на барабанах и при этом продолжает петь. И петь не самые простые партии. Это отмечают все после каждого там концерта, после прослушивания каких-то там лайв-записей. Поэтому в этом плане Вани тоже респект. А у Артура, ну, как бы он не зря менеджер, потому что он тоже занимается всеми организационными моментами, он умеет, скажем так, если что, и пинать людей. Это самая важная черта характера для любого менеджера. Поэтому мы именно взаимодополняем друг друга. Ну, а по мелочам просто потому, что я музыку слушаю много разной и понимаю, где что должно быть. Наверное, у меня еще, скажем так, от родителей унаследовал музыкальный слух. И несмотря на то, что у меня нет голоса, слух у меня есть. Поэтому где-то что-то я могу там Ване сказать, на пальцах объяснить, что ему надо спеть. И он там какой-то момент может спеть именно так, как я ему скажу. Вот такое бывает, да. Здорово. Получается, у тебя родители тоже музыканты? Ну, нет, родители с музыкой напрямую не были связаны. У меня мама играла на баяне. И поет она до сих пор, поет хорошо. Вот. Ну, у меня просто, в принципе, все как детство прошло. Я, поскольку родился в далеком 98-м году, когда по телевизору мало что шло, у нас дома все время, там, каждый день играл в музыкальный центр. Разная всякая музыка. И поэтому это, наверное, отразилось на мне. То же самое рассказывал Артур. Как у него детство проходило, тоже он много разной музыки слушал. Но у него папа, в принципе, музыкант, поэтому это закономерно. Вот. Но я думаю, что это из детства пошло, из-за того, что он на музыке рос, как бы вот музыкантом и стал. Круто. Вот, получается, ты по профессии юрист. Если придется выбирать между музыкой и работой, что ты выберешь? Выбор давно для себя сделан. Если появится хоть малейший шанс выбрать только музыку, основы, это будет однозначно музыка. Но, как бы, она вне конкуренции. Просто из-за реалии, скажем так, нашего бытия приходится совмещать много всего, быть Юлием Цезарем. Но это тоже неплохо. Я, познакомившись здесь, именно в Питере, со многими музыкантами увидел, что живут так многие в этом режиме, что ведут даже какие-то свои крупные бизнесы, вообще не связанные с музыкой, но при этом продолжают активно выступать, писать материал. Поэтому я думаю, что это нормальная история. И даже если нам придется пойти по такому сценарию, то мы, в принципе, не против. Скажи, а как часто посещаешь концерты местных групп или тех, кто сюда приезжает? Сейчас сюда никто не приезжает. Но, когда приезжали, мы часто с Артуром ходили именно в студенческие годы, да. И приятно, что смогли познакомиться именно с местными, многими командами. И, допустим, прошлый год, когда мы ездили в тур, мы на многих концертах побывали. И в нетуру тоже мы много куда приходили послушать именно группы, примерно, скажем так, нашего эшелона тоже и нашего возраста. И тоже есть много интересных. С одними из них мы пришли к тому, что записали совместный трек. Никогда мы, наверное, не могли бы додуматься, что вот так вот познакомимся с группой и именно на русском напишем текст. Но, как бы, музыка непредсказуемая сфера. Поэтому, да, много интересных групп. И на концерты ходить всегда – это одно удовольствие. Здорово. Какой концерт был самым запоминающимся? Ну, мне, наверное, больше всего запомнился концерт в Питере, на котором мы ходили на мой день рождения в девятнадцатом, не, в восемнадцатом году. Это был концерт группы Shine Down. Вот так получилось, что я до этого был в Москве в отъезде по универским делам. А потом приехал, и мы вот пошли с Артуром сразу и с Ксюшей в А2 на концерт Shine Down. Было прикольно. Как бы один из лучших дней рождения, можно сказать, потому что так совпало, что они приехали в этот концерт. И у них еще на разогреве была прикольная группа Press to Meco называется. Может, кому интересно послушать. У них поют все три музыканта. Вот это то, чего, я надеюсь, когда-нибудь мы сможем достичь, но вряд ли. Но это круто, когда все умеют петь и дополняют друг друга тоже, нам нравится. Круто. Ну, петь могут учиться все, так что у вас все впереди. И такой вопрос. Что легче тебе писать, музыку или тексты? Для меня однозначно легче писать музыку, потому что мы даже для группы пишем сначала музыку, а потом тексты. Ну, тексты для группы пишет сейчас Артур. Вот, но самое сложное, это когда тебе приходит в голову идея мелодии, вокальной, и под нее надо подогнать текст. Вот, ты хочешь, чтобы он звучал именно так, и надо подбирать слова, особенно если это не твой родной язык, но тем не менее на русском это делать еще сложнее все-таки. Потому что на русском автоматом, почему я не пишу тексты на русском, казалось бы, может быть, там можно все-таки напрячься и сделать это в рифму и поэтично, но автоматом внимание переключается на текст. А мы, поскольку все-таки пишем больше музыку, то хочется, чтобы внимание уделялось именно музыке. Поэтому это двойной, скажем так, такой ход, такой хитрый план. Поэтому, да, самое сложное, это текст и его подгонка под мелодию. Прикольно. И смотри, обычно музыканты спрашивают у поклонников, какие песни их творчество те любят больше всего. Мы действуем в обратную. Какие песни Джекас Бэнк тебе нравятся больше? Это очень сложный вопрос, и, наверное, я не отвечу на него. Наверное, на него не отвечали и Артур, и Ваня тоже. Потому что мы в каждую песню, скажем так, вкладываем частичку себя, и они настолько разные, что выбрать какую-то одну из них не представляется возможным, я думаю. Поэтому все нравятся в одинаковую степень. Не зря же мы их написали. Ну да, логично. Ваня подстает со стойду. И, отходя от музыки, можешь порекомендовать нам фильмы, книги, которые тебе нравятся? На самом деле, в последние несколько недель я открыл для себя, наверное, позже всех в этом мире, такого актера, как Ди Каприо, потому что я не смотрел с ним, можно сказать, фильмы, но сейчас понял, что он не просто, как бы, такой распиаренный, но на самом деле талантливый актер. И вот я посмотрел с ним фильмы, вот там, Великий Гэтсби, Авиатор, Остров проклятых есть фильм, и, как же это называется? Джанго освобождённый. Вот, вот эти фильмы прикольные, но это я не сказал бы, что это прям то, что я часто люблю смотреть. Фильмы я, в принципе, вообще любые тоже смотрю, поскольку я там оператор, и вот какие-то фишки тоже стараюсь там из фильмов подрезать, но всякое разное. В основном это, наверное, какие-то приключенческие фильмы, назовём их так. Там какая-то фантастика, вот что-то из этого мне больше нравится. Понятно, здорово. И традиционный вопрос, как часто у тебя голуби берут интервью? Голуби у меня берут интервью каждый божий день, только об этом никто не знает. Ну, теперь, видимо, знают. Окей, и в завершение, что бы ты хотел пожелать нашим подписчикам? Я желаю всем подписчикам группы и любых других ресурсов курвыкающего металлиста слушать металл и курвыкать только, когда вас об этом попросили. Окей, спасибо большое. Было очень интересно попросить. Спасибо, спасибо. Всем счастливо.